Всем привет! Сегодня видео-говорилочка, или говорящая голова, как блогеры еще ее называют. И сегодня мы с вами поговорим о том, что у меня сейчас в процессах. Немножко не смогла выйти в живой эфир, куда-то у меня кнопочка в инстаграме снова делась, после обновления еще не разбиралась. И мы сегодня поговорим не только о текущих работах, которые сейчас у меня в процессе, но и долгожданное видео о разных, очень разных, много разных видов холодного фарфора. И я расскажу, чем они отличаются, и поговорим о разных форматах холодного фарфора, и для чего их применяют. Итак, начнем, наверное, с того, что у меня сейчас в процессах. Очень классные есть работки у меня и по зефирной глине, и по холодному фарфору. Начнем, наверное, по холодному фарфоре, потому что сегодня тема у нас именно о нем. Вот вы уже видели мои пуансетти, я вам покажу их еще вживую. Так, где наша резкость? Вот такие пуансетти. Немножко я вижу, что искажает цвета. Да, на самом деле она очень странная на видео, но она очень красивого красного благородного цвета, с вот такими реалистичными сердцевинками. Это анемончик из холодного фарфора, есть из зефирной глины, ежевички разнообразные, да. Вот, и коронные, это олень. Захотелось мне вот такой букетик создать, он будет не в такой высокой вазе, он будет в низкой белой вазе, но вот практически все элементы готовы, осталось его туда посадить, и можно полностью фотографировать и выкладывать. Также у меня сейчас в работе вот такая маленькая и немаленькая, но розочка. Будет таких три розочки, а это без тонировок еще, моя красавица. Это чисто холодный фарфор и премия зефирной ред глины. Если кому-то что-то интересно будете задавать уже в комментариях свои вопросы, я с радостью поотвечаю, что я там подмешивала, или возможно вас еще какие-то дополнительные вопросики заинтересуют, я это все с удовольствием отвечу. Да, вот с листиком я еще покажу. Да, но она будет немножко понасыщеннее. Итак, что такое холодный фарфор и почему так многие, кто-то любит, кто-то боится, и как с ним вообще работать, что для этого необходимо. На самом деле холодный фарфор это самоотвердевающая на воздухе глина, это вы знаете, отвердевает там в течение 24 часов, но если сиреньки, конечно же, быстрее, если какие-то грубые большие цветы, может немножко подольше, но подветривается она очень быстро, и работать с ней тоже необходимо достаточно быстро, хотя мы собираем элементы после просушки, поэтому в зависимости от вашей техники лепки может просто меняться уже подход. И непосредственно самая, не нашумевшая, а самая, наверное, известная и популярная глинка, это, конечно, модерн клей. Это все ее пробовали, все с нее, наверное, рано или поздно начинают. Это вот такая глинка, синяя и зеленая этикета. Я вам подготовила пробнички небольшие, синюю глинку я, наверное, не сделала. У меня только модерн синий, да? Да. Но ничего, я тогда еще как-то со временем одно видео обновлю, где будет больше разных пробничков. Итак, что такое модерн клей? Это у меня, например, зеленый, видите, я там подписываю, что это модерн клей зеленый. Это то же самое, только пробник, который я хотела еще помочить, поразрывать, что-то потестировать. Смотрим, что делает модерн клей. Ну, вот это вот такая глинка, она крутится как угодно. Ее можно сделать какой-то залом, вот такой, да, вот он остается. Ну, в принципе, глинка достаточно податлива, у нее есть плюсы и минусы. Да, несмотря на то, что она вроде бы вот такая гибкая, вот здесь она у меня тоже, да, то есть мы можем выворачивать куда-то, да, вот такое что-то сделать. Вот, ну, у нее есть и определено это, вот про эти глины. На самом деле разница между ними несущественна. Вот зеленую кто-то больше предпочитает, ну, и, наверное, я тоже больше предпочитаю для лепестков, для листьев, для чего-то. Но я никогда не использую ни одну из них в чистом виде. Возможно, я могу использовать в чистом виде одну или вторую, если я прокатываю стволы, но я для стволиков люблю больше в синюю. Этикетка, и мне кажется, она немножко более гибкая. Относительно того, что они разные по плотности, этого я не замечала. Если приходит одинаковая партия одной даты производства, то тогда плотность глины абсолютно одинаковая. И та, и та глина может быть очень мягкая, и та, и та глина может быть немножко потверже. Иногда это от производства и от партии отличается. Иногда просто, если глина у вас несколько лет лежит в упаковке, конечно, она станет более плотной, независимо от того, синяя или зеленая упаковка. Цветом они не отличаются, это как по моему личному опыту. И, в принципе, цвет вот такой, видите, прозрачно-сероватый. Это на самом деле не белый, потому что у меня есть пробник Крафтерс Клей, а белый для сравнения вам. Вот Крафтерс, да, вот Крафтерс Клей, и здесь белая глинка. Вот мы можем сравнить, да. Так. Видите, она на самом деле прозрачная, серая, и заодно вы видите сравнение зефирных глин и холодного фарфора. Да, она прозрачная, вот. Видите, вы видите мой палец сквозь нее. Зефирная. Вы видите немножко палец, но она не такая прозрачная. Это просто очень тонкая выкатка. И модерн клей, он прекрасно подходит для новичков, кто хочет научиться лепить, да, и не хочет варить при этом сам блин. Я, если честно, противник самоваров, хотя был период, когда я ими тоже увлекалась и нравилась, но там бывают разные эффекты, которые вылазят через время. Они могут вылезть через год, они могут вылезть немножко раньше, но суть заключается в том, что все же самовары лучше не использовать, разве что для себя, если хочется просто получиться раскладывать лепесточки или что-то такое. Также я рекомендую для начала любую из этих глинок, разницы нет какой. Это чаще подходит для мелких изделий, с нее хорошо там сиреньки лепить удобно, какие-то, возможно, хелебо, возможно, хамилациумы или вот что-то такое мелкое, но для начала это вот сиренька, если вы сам-самый новичок, и там, например, для розочек или чего-то вот такая. Есть еще такое мнение, что у меня есть вот такая еще глинка, это флеровская глинка, она была тоже в самом еще начале, она что-то среднее между синей и зеленой, но на самом деле это просто тот же модерн клей, как многие говорят, но она немножко мне отличается, скажу честно. Эта глинка у меня уже давняя, она очень плотная, поэтому бессмысленно ее включать в сравнение, да, я ее просто сделаю еще тоже, также вот такие пробнички отдельные, чтобы вам показать. Она такая же на просвет, как и модерн клей будет, да, ну, то есть это из одной серии, они прозрачненькие, но мне кажется, она лучше держит форму после высыхания. По влажности, вот если вы высылаете свою работу во влажный климат или живете во влажном климате, большие лепестки модерн клей не будет держать, поэтому я и сказала, что мешаю в разных пропорциях. Вот эта глинка флёр, она немножко лучше держит форму, но если листва, там, тюльпана большого или что-то такое, они могут повесить свои лепестки и свои головы, и листву, если они без провалочного каркаса, и с любой глиной. То есть вот эти глины, они плюс-минус в одной серии. Я бы даже сказала, это что-то вот так, наверное, среднее. Но флёр мне всё же нравится, ну, немножко нравится больше, скажу откровенно, просто в Украине её немножко сложнее достать, и поэтому я с модерна мешаю разные составы. Ну, поэтому выходит вот так. Также, что надо делать для того, чтобы увеличивать какие-то эффекты от глин или добавлять глином прочности, твёрдости, белизны, об этом мы говорим дальше. Есть также глинки, вы о них знаете, они у нас в Украине тоже продаются. Это, так, фокус, это модена, это не софт, это просто холодный фарфор модена, и это луна клей. Чем отличаются эти глины? Давайте, тоже у меня пробников ещё я не создала. Да, я специально заказала эти вот свеженькие партии для того, чтобы создать с них пробники, но мне очень хотелось побыстрее хоть что-то вам рассказать, потому что вопросы сыпятся в директ, и чтобы не писать каждому отдельно, я решила вот так унифицировать. Модерн клей, это также холодный фарфор, его плюсы и минусы, он достаточно плотный, но он хорошо подходит под бижутерию. Вот если вы лепите украшение, это глинка для вас, у неё из минусов, как для меня, желтизна определённая, после высыхания она немножко будет желтее, чем вот модерн клей, да, или флёр та же самая. Но, в принципе, это не является проблемой, я её также подмешиваю, она будет достаточно прочной, в чистом виде из неё лепить, конечно, можно, большой минус, это её цена, она у нас тоже достаточно дорогая. Если брать в сравнении по ценовых политиках, да, то данная глинка сейчас у нас 250 гривен, да, флёр, я уже не знаю, продаётся ли, и модена, это у нас выше 300 гривен, но вот 350 или что-то вот такая цена на неё сейчас, да. Поэтому, но она очень хорошая под украшение, и кто умеет работать с плотными глинами, тому, думаю, она очень понравится, потому что модерн клей, она иногда приходит очень свежая, очень мягкая, ей надо дать вырежаться и подветриться, чтобы с ней дальше работать. Дальше, дальше у нас идёт луна клей супер, есть луна клей, есть луна клей супер. Да, мне нравится супер, потому что она тоже, и тоже у меня нет пробника, всё сделаю, значит. Она достаточно прочная, она специально для упрочнения листвы и лепестков. Я всегда люблю её смешивать с модерн клеем, мне кажется, это улучшает структуру глин, потому что есть такой принцип в любой лепке, то ли кукольные запекаемые пластики, то ли холодные фарфоры. При смешивании двух разных видов глин мы получаем свойства обеих глин, и причём лучшие свойства. Да, сохраняется определённая гибкость, если мы слипем с чистой луны, у нас будут хрупкие цветы, то есть мы с сильной гибкостью, она не обладает, она наоборот даёт каркас жёсткости и влагостойкость, но не вагостойкость. Это огромная разница, потому что всё же в воду их ставить наши цветочки не надо, и под дождём ходить в них тоже не очень желательно. Да, и эта глинка, она тоже идёт достаточно плотная по своему составу, при смешении с модерн клеем это наоборот улучшает работу, потому что если очень свёжий модерн, а это немножко поплотнее, они классно комбинируются, и сразу можно с ними работать, липкости никакой не добавляется. И также я к ним ещё подмешиваю, раскрываю секрет сразу, чтобы получить белизну, я добавляю крафтерс клей. Да, в любую из глин, несмотря на задачу, с которой я работаю. Если эта зефирная глинка добавляется, именно с этой глиной, так, фокус, ну я думаю, вы и так её знаете, это крафтерс клей. Если вы добавляете, вот такую смесь делаете, да, это добавляет вашим цветочкам прочности, белизны, эластичность сохраняется при этом, относительно в зависимости от пропорций, которые вы делаете. И, в принципе, цена-качество тогда становится отличной, потому что у вас качественный продукт на выходе из этой глины, то, что я хотела сказать, зефирной схёрки, холодный фарфор становится липким. С крафтерс клейем фарфор становится, мне кажется, формула только лучше, и сразу вы можете его то ли в пас-машину, то ли сразу на ладоньки выкатывать, не растягивать, холодный фарфор мы так не растянем, как зефирочку, но работать стеком, основным инструментом, где-то он у меня тоже здесь был, куда-то работал, самый простой, основной инструмент для холодного фарфора, хотя и зефирку тоже с ними можно работать, мы сразу сможем работать, то есть эта глина не нарушит структуру, а только улучшит свойства холодного фарфора, как-то колеры, как-то белая глинка, независимо от этого, но мы продолжаем тему холодного фарфора, то есть вот данная глинка, она помогает нам определенной влагостойкости добавить, но с чистого вида она будет хрупкая, я повторюсь еще раз. Также у нас есть от Ангелизы, в Украину ее сложно очень заказать, у меня вот Ангелизы было 3 вида, и пробник, кстати, влагостойкая глинная этикетка не сохранилась, Ангелиза Water Dry, вот у меня есть пробничек, да, это вот обычная Ангелиза, которую все знают, но не каждый может купить, потому что это у нас была СП-шная закупочка все вместе, я ее вот сейчас вам покажу, для влагостойкости хорошая глинка, она достаточно специфична в работе, мне она показалась очень плотной, или это мне так повезло, что я открыла упаковку, она начала у меня крошиться, но когда я начала ее вмешивать, смешивать с разными типами глин, с тем же Modern Clay, долго мучилась, конечно, но у меня получилось, и какое-то время, потому что у меня было несколько пачек, я с ней очень хорошо работала, цветы мне понравились в эффекте, то есть они были влагостойкими, гибкими и хорошими, для сравнения с Modern Clay, по цвету они идентичны приблизительно, вот это у меня Water Dry, нет, вот это Water Dry, а вот это Modern Clay, вот это Water Dry, вот написано, а вот это Modern Clay, они приблизительно одинаковые, что такое Water Dry, она, как и везде, она может гнуться, да, она держит относительно форму, неплохо держит, но она очень плотная, то есть она будет, как Luna Clay, вот я их могу чем-то сравнить, потому что на самом деле, конечно, я пользуюсь Luna сейчас, из-за того, что просто ничего другого нету, да, но вот, вот видите, она достаточно плотно гнется, давайте попробуем ее на залом, она достаточно хорошо, вот, залом, конечно, остается четкий, мы видим это, да, но при этом и на разрыв, ну и она легко ломается, да, то есть, ну, это может быть связано, это чистая Water Dry, то есть водостойкая, Waterproof, да, Waterproof, там я неправильно написала, и, ну, она воды все равно будет бояться, она будет раскисать, и я не могу сказать, что это стопроцентная влагостойкость, просто она в климате с повышенной влажностью будет неплохо держать форму, это уже оттестировано неоднократно, и в замесах она работает лучше, в чистом виде я бы ее никогда не советовала использовать, потому что, ну, она будет дубовая, дубовые цветы, при хорошей форме, и при этом они могут ломаться, особенно мы знаем, что у меня был казус, когда мои розы поставили на морозе, на сквозняках, и они упали, и немножко треснули, то есть даже с вот этой глиной, если мы будем лепить в смесях, но при этом цветы попадут еще и на мороз, все, то есть они становятся немножко хрупкими, да, поэтому вот такая глинка, это ангелиза тоже для влагостойкости, то есть, к сожалению, этикеточки вот, пожалуйста, прогуглите, я постараюсь в следующий раз что-то приготовить, дальше, это было две глинки по влагостойкости, также я уже сказала про белизну, что мы можем добавлять белизну крафтер с клеем, это основной вариант, я дальше так тоже буду делать, потому что это мне вариант больше понравился, есть еще белая глина той же ангелизы, так, ангелиза, вот она, берем модерн клей с зеленой этикеткой, и ангелизу, мы видим, на камеру этого не видно, к сожалению, на самом деле она белее, причем намного она белее, она не то, что там белоснежная, где мой белоснежный, белоснежный красивый пробник, надо не прятать их все, так, вот, если вот так сравнить, да, вот такие они идут по белоснежности, модерн клей, ангелиза, и крафтер с клей, вот ангелиза, она как бы, ну, вот приблизительно, они белоснежные, у меня здесь еще немножко, свет такой, конечно, как бы вам показать, но она немножко не такая белоснежная, как крафтер с клей, вот они по своей величине, немножко серости, белая, и белоснежный крафтер с клей, потому что он более бархатистый еще, а это более такая вот, как в холодного фарфора, немного пластмассовая фактура, если ничего в нее не добавлять, вот гибкости, это вот, это, конечно, красота, это гибкость, прекрасная гибкость, легко рвутся, но она очень гибкая, я вам скажу, из чистой белоснежной глины я не лепила, в отличие от, вот, от, от, от waterproof, эта глина у меня пришла относительно свежая, она тоже пришла достаточно очень тугая и плотная, но при этом с нее бы как бы лепить можно, но она очень залипает к инструментам и ко всему, она очень липкая, если мы ее вмешиваем в холодный фарфор, например, я ее в чистом виде не лепила, всегда смешивала с вот этой глиной, и или waterproofом от этой же марки, или луной, да, глина становится липкой, и надо хорошие сутки, там, например, с вечера замешали, а только на утро вы сможете лепить из нее, потому что все будет залипать, в файликах будет липнуть, к стекам прилипать, ну, тоже такая штука, но на самом деле глинка мне понравилась своей белоснежностью, в Украине ее не купить, поэтому я от этой идеи отказалась, я попробовала, в принципе, мне крафтерс больше нравится, потому что вмешала в глину, и сразу я с ним работаю, не мучаюсь, и эффект мне намного больше нравится, потому что выбирается пластмассовость и вот какой-то определенный блеск, так, Modern Green это у меня, и это Modern Green, а, это у меня еще была, это Water Dry у меня еще была, так, не все пробнички, конечно, это вот такая, Angeliza White, да, у меня еще немножко ее осталось, я ее как-то доиспользую, пока у меня нет, ну, настроения дальше с ней играться, но я знаю, что есть люди, которые к ней привыкают, очень любят, и я не могу ничего неплохого сказать, так как сама использовала для полинопсисов, для замесов, для белоснежных цветов, и она действительно, то, о чем она предназначена, она то выполняет, сказать ничего плохого не могу, также я знаю, что в этой Angeliza у меня еще вот такая, есть гринка, это уже тоже, ну, вот, они вот такие тугие, поприходили, Waterproof была вообще дубовая, да, она крошилась, когда я раскрывала, надо как-то попробовать, обычную я не пробовала, пока тоже, нет, я ее пробовала, я ее на стволике пробовала, у меня было две пачки, но, чтобы не вводить в Аману, пока что я о ней ничего не могу сказать, потому что я помню, что усадку она дала тогда сильную, но, честно, девочки, не буду врать, это первичный будет обзор, я все-таки использую полностью еще эту пачечку, и потом вам скажу отзывы об этой глине, это обычная, ну, вот она типа должна быть сравнима с этой глинкой, ну, но это мягкая, податливая, проверенная, эту я еще не тестировала, сказать девочке не могу, да, то есть, ну, и тоже ее в Украине очень сложно достать, это, наверное, больше обзор будет полезен для наших девочек, где что купить, где что достать, но, в принципе, вот если модерн клей, флюор, модену, луну, сакуруны мы можем у нас достать, то другие глинки у нас проблематичны, да, зефирками у нас тоже есть, и правтых склей, и дек, и херти, и разные другие глинки, поэтому выбор достаточно большой, и следующая группа, это у нас идет группа прозрачных глин, которая тоже японская, и русская глина, это тоже с этой же серии, да, вот, это ангелиза, ангелиза транспарент, прозрачная, что такое транспарент, вот такая она после высыхания, у меня в гранатике будут когда-то, я надеюсь, вот, она прозрачненькая, конечно, но она мутная, она очень стала мутной, она полежала у меня вот неделю, ну, и она очень сильно помутнела в ягодах, пробника отдельно я еще не раскатывала, хотя у меня там еще начатая пачка тоже есть, я, наверное, всех по две пачки брала тогда, как всегда, очень плотная, но она у меня сейчас лежит уже полгода хороших, но при этом она вот такая и пришла, ну, не знаю, тяжело мне, вот честно, поэтому пока что откладываем, но на ягоды, в принципе, разницы нет, прикладываем усилия, размешиваем глинку, размягчаем ее, и работаем, как с обычной любой глинкой, которая у нас есть, смысла домешивать ее в другие глинки я не вижу, так как прозрачные глины предназначены для лепки вот разных прозрачных ягодочек, возможно, каких-то фантазийных цветов, вот для этого у меня есть там одна интересная идея, вот я ее хочу реализовать, и когда реализую, вот там будет прозрачность этой глины, и видно, насколько оно интересно, неинтересно, и мы потестируем все это, это японская глина, она вот мягусенькая, вот да, я люблю мягкие глины, потому что обожаю работать тоже с зефиркой, колонный фарфор, я тоже еще мягкий, но при этом я его подветриваю, если он сильно мягкий и все залипает, этого я очень тоже не люблю, про Секурун я наслышана, это вот только купила, я наслышана прекраснейших отзывов, говорят, она тоже не мутнеет, из минусов ее цена, она безумно дорогая, она больше 300 гривен, стоит гораздо больше, да, и говорят, что с ней работы просто получаются отменнейшие, вот тоже надо все оттестировать, на все время надо, а сколько этого времени надо, где его как доставать, и тогда я вам тоже дам о ней отзыв, и дам более уже, наверное, на YouTube выложу потом, когда сделаю все пробники, выложу большой обзор, где более детально, где по усадочкам немножко еще порассказываю, потому что мы знаем, что любые глины, да, все глины дают какую-то усадку, это надо учитывать при работе и при обхатке, и поэтому это является одной из таких важных критериев при лепке, очень было бы круто, если бы мы сейчас общались вживую, потому что вы бы смогли позадавать какие-то вопросики мне еще, я думаю, что вы сейчас эти вопросики сможете задавать мне в комментариях ниже, пожалуйста, тоже поставьте мне сердечки, там лайки, сохранения, все, что вам понравится, надеюсь, эта информация для вас была полезным и интересным источником, и буду благодарна также за ваши подписки и вопросы, потому что это действительно мотивирует и стимулирует снимать какие-то новые, видосики, лепить еще больше, еще круче, чтобы пробовать новые техники, и соответственно, что-то делать, вы говорите, с какой глинкой вам бы интересно было увидеть видео, чтобы я полепила, возможно, ну, в живом эфире я не знаю, или подскажите мне, где, куда делся мой живой эфир, где делась эта волшебная плюсик, создать росповедь, поэтому, вот то, что я могла сказать по глинкам, я люблю лепить, повторюсь, что из холодного фарфора и из зефирной глины, из любимчиков по холодному фарфору у меня являются, наверное, вот эти глинки, и вот эта глинка из зефирки, просто как дополнение для безглизны и бархатистости, потому что, чтобы убрать плавелосмассовый блеск, нам надо добавлять зефирную глину, это мы знаем, да, это любимчики мои, и также можно лепить из вот такой глины украшения, кто занимается украшениями, сейчас я стала реже лепить украшения, больше ушла в ростовые цветы и композиции, но также интересно, по прозрачным глинам, это только, вот буду изучать, тестировать, как-то, ну, вот ягоды, гранаты, это да, это лепь, такое я люблю лепить, а вот все остальное, почему-то у меня пока что желания не возникало полепить, поэтому с прозрачной глинкой у меня так, лимончики и всякое такое, это, наверное, не совсем тоже моя тема, но почему бы и не полепить, и не попробовать, я обожаю тестировать все что-то новое, интересное, поэтому опять повторюсь, задаем вопросы смело, на что знаю и смогу ответить, отвечаю, а я доделаю еще пробничка по всем вот этим глинкам, и сделаю большое видео с рассказом по глинам, по свойствам и по разным таким параметрам, все, всем пока-пока!